всем привет на канале old dutchman сегодня вот мы проведем небольшой такой мы маленький скажем экскурс по последним моим видео о палестинцах в частности о результатах голосования в оон по принятию резолюции о государстве палестина немножечко затронем немецкую политику вот эти вот партии которые гала предпросят чтобы вы за них голосовали ну и конечно же комментарии с этого видео я время от времени буду блин вам показывать ну блин вот действительно перлы тех людей которые пытаются показать себя ну скажем так с негативной стороны итак поехали значит по видео по целому ряду видео в которых я рассказывал о том что он приняла резолюцию по созданию государства палестина ужасно много комментариев люди между собой уже друг друга посылают друг друга уважают друг с другом уже пьют на брудершафт но тем не менее эти видео вызывают до сих пор интерес у людей у тех кто смотрит это эти видео кто-то высказывает свои взгляды на эту тематику кто-то высказывает свою точку зрения многие даже пытаются приводить примеры из альтернативной истории что такое альтернативная история это научная фантастика но многие верят в то что пишется в научной фантастики на самом деле так и было на земле например война в 18 или 19 веке атомная война там еще что-то еще что-то типа какие-то сверх цивилизации и динозавры вымерли оказывается не 65 миллионов лет назад а намного ближе к нашему современному времени но с такими людьми вы знаете разговаривать очень трудно потому что они уверовали в то что они прочитали в какой-то фантастической книжке и приняли это за чистую монету но тем не менее многих комментаторов я все-таки прошу под этими видео касательно палестины и резолюции оон о государстве палестина вести себя более корректно более уважительно по отношению ко всем кто работал над этим видео и к тем и по отношению к тем с кем вы общаетесь чтобы не было никаких высказываний негативных не было ни цензурной брони и так далее мне один товарищ написал ты специально выкладываешь такие провокационные темы провокационные видео чтобы спровоцировать людей на срач я выкладываю эти видео и говорю вам как она есть на самом деле плюс высказываю свою точку зрения на данную тематику для того чтобы спровоцировать ваш мозг на самостоятельное мышление а не потребление рекламной информации осыпающейся на вас с телевизора из радио из газет не фильтруя эту информацию вы просто-напросто ее глотаете и принимаете ее как правду я заставляю вас думать над теми проблемами которые окружают вас следующий пункт мне под моим видео о популистской партии афд в германии мне вот что интересно появились люди которые действительно голосуют и будут голосовать за эту партию я сначала удалял комментарии а потом я буквально через какое-то время я понял что комментарии этих людей удалять под тем видео ни в коем случае нельзя нужно их оставить эти комментарии для того чтобы другие люди более культурные и воспитанные и грамотные могли прочесть эти комментарии и понять кто же все-таки голосует за партию популистов афд в германии поэтому я решил эти комментарии оставить некоторые из них я просто-напросто здесь вот сейчас там приведу чтобы вы могли посмотреть кто мне пишет в каком виде с какой интонации с какими грамматическими ошибками с какими оскорблениями потому что вот это вот прослойка обще вы именно вот эта прослойка общества и ратует за то чтобы афд вот эта партия пришла к власти в бывший гдр на территории бывший гдр 70 процентов всего населения хотят чтобы афд пришла к власти но из этих 70 процентов населения львиная часть людей никогда в жизни не работала абсолютно нигде они даже не соображают того что когда афд допустим гипотетически придет к власти она в первую очередь возьмется за уничтожение безработицы в стране и первыми кто пострадает от вот этих вот пунктов правящей партии будут те кто как говорится в германии дауэр арбатслоза то есть те люди которые годами десятилетиями сидят на безработице сидят на социале и нигде не работают и даже и хотят работать даже мне кто-то там написал да ты блин специального ты фиг знает тебя поймешь говоришь о германии для германии сидя не в германии да ты вообще даже немецкого языка нифига не знаешь это так для того человека который мне написал что я немецкого языка не знаю мол типа сколько лет ты тут живешь чтобы так далее так далее другой мне начал рассказывать что на тех фотографиях которые я выложил в этом видео о афд проводя параллели между германии 30-е годов прошлого столетия и сегодняшней германии я выкладывал фотографии до военного времени на этих фотографиях изображены советские военные и офицеры вермахта на различных встречах стажировках и так далее и мне кто-то сказал что ты по раскрою глаза и посмотреть там же французы и англичане помимо русских и немцев я хотел бы просто этого человека спросить а он знает историю он вообще служил в армии он вообще хоть когда-то имел понятие о том что происходило в советском союзе или он привык жить в своем мирке ну да ладно бог с ним дальше по нашим партиям от партии свободных федералов госпожа штраф циммерман что интересно вот она выступала где-то месяц назад на одном сборище да и кто-то ей крикнул да вы госпожа штраф циммерман просто жаждете чтобы война была по всей европе поэтому требуете чтобы мы больше посылали оружие украине и так далее что она ответила ты сейчас окажешься за решеткой быстрее чем успеешь вздохнуть то есть она оскорбила человека угрожая ему лишением свободы это политик политик который хочет чтобы за него голосовали чтобы люди отдавали свои голоса на выборах за этого политика и за его партию то есть политикам с трибуны можно оскорблять и унижать угрожать людей угрожать людям им это можно делать а людям которые избирали их во власть нельзя даже рот открыть и сказать что ж ты делаешь ее фу мать то извини за выражение ты какими руками то во власть то пришел или пришла что ж ты творишь то и мы блин из-за тебя в глубочайшей экономической рецессии но оказывается этого делать нельзя вот буквально недавно одного ютубера немецкого немца коренного немца суд приговорил к 11 тысячам штрафа денежного за то что он немецких политиков называет теми словами которых они заслуживают то есть допустим одну поле одну даму политика он назвал раздутым вот этим вот дам фнудолем но это такие вот кнедлики у чехов у поляка у поляков кнодли у чехов кнедлики такие вот из картошечного из картофельного теста делаются он ее назвал раздутым вот этим кнедликом и ему присудили штраф в 11000 вот такие вот у нас двойные стандарты вот такая у нас политика далее мне кто-то написал типа сколько заплатили ему зеленые за то что он хает нашу любимую партию афд вот именно этому подписчику или просто прошедшему мимо комментатор я хотел бы сказать дружище я к зеленым отношусь точно так же как и ты но и к твоей любимой партии афд я отношусь достаточно негативно чтобы ты знал хочешь знать мои приоритеты хочешь знать мои политические интересы пожалуйста я проживаю в баварии мне импонирует абсолютно все что делает наша консервативная немецкая баварская партия цсу во главе с нашим премьер-министром маркусом зёдером надеюсь я вот это вот объяснил эти почему почему люди оскорбляют потому что когда ты высказываешь точку зрения противную от его точки зрения нормальный воспитанный культурный человек он выслушает твою точку зрения и если у него есть аргументы против он тебе приведет эти аргументы с которыми ты можешь согласиться или нет но ты можешь пересмотреть потом свою точку зрения что же делают тут такие вот скажем так прослойка общества как один сказал да ты сам быдло во первых я немецкий народ быдлом не называл немецкий народ я так не называл и всех кто живет в германии да и вообще где кто живет я никого так не называл но если он считает себя быдлом значит и у него все вокруг тоже будут быдло ну это это легкое из оскорблений и когда человеку так вот пишет что мол да ты сам такой да блин тебя нужно блин собирай чемоданы проваливай кто ты такой чтобы указывать мне чтобы я собирал чемодан и проваливалась германии кто ты такой ты мне говоришь что я мигрант я не мигрант я уже сколько раз говорил по какой статье я сюда в германию приехал сколько лет я уже здесь живу и в отличие от тебя я разговариваю на немецком языке в совершенстве потому что я в отличие от многих людей при забегающих ко мне на канал сутками сидящих у меня на канале с утра до утра и даже по ночам строчащих какие-то комментарии которые уходят спал я в отличие от этих людей работаю вот уже без при без перерыва 27 лет только в германии разницу чувствуете между социальщиками и между теми кто работает это один пункт второй пункт я все-таки конечно я мог бы отвечать именно в такой манере как вот эти вот пишут мне троллики и тролли и там какие-то не знаю гопники или еще кто-то пытаясь меня унизить пытаясь не задеть вызвать меня на скандал мне кто-то один даже написал ты наверное специально вот такие вот видео снимаешь для того чтобы поднять свой рейтинг на канале за счет вот это вот хайпа я снимаю эти видео для того чтобы дать вам возможность в первую очередь подумать своей головой над теми темами которые затрагиваю в своих видео выпусках и дать людям возможность узнать ту правду которую от них скрывает допустим какое-то телевидение в той же молдавии на украине в белоруссии в россии особенно в россии я даю вам возможность узнать то что вы в силу ряда причин узнать не можете в общем вот такие дела сегодня у нас было с вами вот такое вот видео конечно с примерами с яркими примерами а дальше время покажет и да не забудьте подписаться поделиться видео со своими знакомыми друзьями распространить его дальше потому что мне кто-то написал у вас маленькая аудитория чтобы аудитория было больше это уже зависит от вас чем больше распространяете ссылок между своими друзьями и знакомыми тем больше приходит людей на канал ознакомливаться с теми информационными данными которыми я располагаю ну и конечно же нажать на колокольчик чтобы всегда оставить в курсе событий и всем удачи пока